отлично привет привет погоды как там ну вот дождик пошел до этого пару дней прям теплым было воскресенье теплым было хорошо бабье лето но уже что-то такое заморозки пошли слушаем удивительно на пол месяца раньше люди все страдают потому что напряжение увеличилось потому что адаптация же идет орган ну такие вот вещи как у тебя чего но кстати говоря хочу всем нашим участникам школы сказать кто-то такой такой симпатичный парень что ты дмитрий носков директор школы носков германии которые мой ученик по методу профессионально обучается уже сколько это у меня был назад центры защиты от стресса внутри к три года назад по-моему назад но вот дима не теряет интереса к повышению повышению новых и новых возможностей поэтому я всю школу так сказать знакомлю с дмитрием носков но сейчас он расскажет какие у него новости скажи куда ты ходил что ты изучал но на этих выходных я ходил на один семинар где выступал спикер рассказывал о том как как вообще в этом бизнесе дело выглядит как дело обстоит вот и мне это сильно понравилось хотя я вначале например мне бы если сказали там даже не знаю полгода назад ты там захочешь стать спикером захочешь там выступать я никогда не поверил потому что дима в бизнесе ты имеешь виду что бизнес спикер ну то есть это человек который которого приглашают на мероприятие как бы как правило концу мероприятия чтобы вот так сказать округ как это придать такую нотку да и чем люди обычно вот спикеры рассказывают о том о каких-то важных интересных вещах там а мотивации достижения цели о успехах и рассказывают это всегда в контексте своего опыта то есть приглашает его ну ладно я дам пример я вот был у нас пятницу было такое мероприятие и значит выступал бывший спортсмен он в атланте по моему если я не ошибаюсь девяносто шестой девяносто восьмой год была олимпиада и он 10 в десятиборье наступал вот и он рассказывал про свой путь что у него там постоянно травмы то у него не получалось то что десятиборье там невозможно все видеть и быть там идеальным на то есть какие-то у тебя не очень какие-то нормально вот у него там бросание диска а диска и копья ну вообще его было потом говорит так руку что-то повело все равно побежал бросила и с тех пор говорит даже рука у него этот момент это важный момент во первых кому что подходит вот там 10 и 10 видов так ему больше подходила что-то что-то ему меньше подходила правильно но и он не мог быть во всех видах город поэтому и психологи наши вот которые работают в разных странах в разных городах тоже должны все-таки находить ту деятельность в которой им природа помогает когда они находят эту деятельность где им природа помогает им легче работать они более эффективно работают быстрее обучаются и так далее в этом смысле важно именно найти себя ну как говорили раньше найти свое место под солнцем раньше говорил лет двадцать пять назад я сказал там на какой-то конференции что скоро будет такое время каждой семье хотя бы дальний родственник будет психолог но теперь все хотят быть психологами потому что это не у станка стоять этому же мир меняется это можно и в интернете работать это можно и с большими группами работать обучать их чему-то но надо чтобы человек психолог или врач психотерапевтом были все-таки в ладу со своей природой если тебе это подходит и конечно будешь успешен если нет то как ну и второе конечно с помощью раскрепощающих приемов ключа синхрогимнастики можно открыть все эти таланты может быть более успешным при прочих равных условиях при прочих возможностях конечно у человека больше шансов но мне интересно сколько человек дали сидел у этого человека который приходил обучался вот этому пониманию а спикер сколько ну там 200 250 человек сидел точно и вам рассказывал о том как стать популярным чтобы ваше имя по его сейчас же рынок раньше был пустой вышел что-то сказала и все так на тебя сейчас же этих миллион и границы открылись и они его всех странах и везде и как сделать так чтобы тебе как психологу люди приходили правильно ну во первых он сказал такую вещь для меня это было немного новым что но существует стереотип чтобы стать известным спикером тебе нужно сначала 15-20 лет поработать где-то да это вот старый путь так сказать в принципе правильный но дело в том что сегодня вот как и ты говоришь на мир отменяется и сегодня уже можно это сделать гораздо проще то есть ты говоришь что вот я эксперт я вот это вот мое знание я на такую-то тему могу что-то рассказать именно как я уже говорил в контексте своего опыта и тебе не нужно там 10-15 лет сначала работать чтобы что-то понять потому что человеку благодаря своему опыту который уже у него есть он глядя на него может вот эти вот вот это зерно так сказать выбрать и это уже людям преподать то есть ты не должен быть там понимаешь ты можешь просто быть как бы спикером на одну тему они так и работают они готовят доклад очень важный момент это принципиально разные вещи одно дело психолог или психотерапевт профессионал он работает в разных ситуациях от того чтобы вывести человека из острейшего стресса до обучения его навыкам личностного роста развития творческих качеств то чем наша школа занимается другое дело допустим когда он по приглашению на какой-то фирме в компании приходит на один час для того чтобы модель мотивировать сотрудников на эту работу или прививать им любовь к этой компании но это немножко разные вещи когда все равно я говорю про эти обе вещи то есть чтобы до специалист он всегда востребован но специалистом ты можешь быть но останешься неизвестным и помрешь неизвестным а если ты сначала станешь более популярным благодаря какой-то вот этой своему докладу то тому что тебя начнут приглашать тебя начну а тебе начнут в газетах писать а тебе тебя значит на телевидении будут приглашать и так далее и благодаря тому что ты станешь . деятельности да 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 но но благодаря этому маленьком кусочку про тебя начнут говорить тебя начнут узнавать тебе ты напишешь книгу на свою же тему понимаешь и потом потом ты начнешь людям говорить а я вот например мой опыт я достиг это благодаря именно вот например синхрометоду и ты получается что вытягиваешь себя как тренера профессионала благодаря уже там известным да когда тебе будут знать но но нет не такого который глубоко узнает метод и разные его грани да он это кусочку даже может быть не связи с методом а вообще станешь популярным и это проще как он говорит быть спикером на каких-то там приглашенных мероприятиях по какой-то ну по какому-то аспекту например как смотреть трубу на звезды по ночам но к примеру если человека это любит и вот он так может рассказать прекрасно и там рассказать и там рассказать и там рассказать все купя эти звезды будут смотреть трубы трубы на звёздых а он мысль какой выйдет скаются ребята развивайтесь тяните к светлому понимаешь вот такие метафорами будет говорить благодаря своему опыту как вам olduğunu смотрел понимаешь то есть это на самом деле это это просто взгляд на эту вещь. То есть там не обязательно... Сейчас примеры приводим. Например, метафорами. Метафорами, не в прямом смысле слова. Я помню, но все-таки сложно не только в России, но и в Германии, несмотря на то, что ты столько работаешь, завоевать публику, потому что мир сейчас огромен, интернет его расширил, сделал доступнее, но с другой стороны люди-то ходить именно к тебе или к другому человеку. У них теперь сложно разобраться. Сначала это популярно. Да, получается. Популярно можно стать только там, где ты свободен. Да, потому что ты если не раскрепощен... Конечно, если ты не своим делом занимаешься, ты не сможешь его хорошо делать. Да, люди будут это же чувствовать, им это не надо. Законы природы одни и те же. И для немцев, и для русских, и для итальянцев, и для людей разных религий, это не имеет значения. Главное, чтобы человек нашел свое призвание. То есть у нас хорошо в школе, этим мы занимаемся, в школе человека будущего, где ты состоишь участник. Там занимаемся сканированием различных способностей с помощью приема. и активация этих способностей, чтобы человек пошел в этом направлении, где он более, как говорится, пригож, где он более красив, где он более... Вот ты вот, смотри, гитара у тебя идет. Ты вот начал на гитаре играть. Ну, начал, это хорошо ты сказал. Я уже играю немножко. Я имею в виду, что там тоже бесконечность. Да. Совершенствование бесконечности. Там нету, да, пределов. Еще раз, если я попрошу, ты не будешь возражать, чтобы ты для всех сыграл, как ты играешь на гитаре. Нет, конечно. Просто так. Ну, я рисую, я же ни от кого не стесняюсь, я показываю, как я рисую. У нас в школе так все. Кто рисует, кто играет, кто что-то сочиняет. И главное, мы развиваем изобретательское мышление. Чтобы человек мог неординарные вещи придумывать. Неординарные. Давай мы все еще раз об этом поговорим. Хорошо, договорились. Дима, я тебе желаю успеха. Скоро у нас вебинар, мини-онлайн-курс. Один раз мы проводим. Так что ждем тебя там. Задавай там нашим всем участникам вопросы или говори там свои пожелания. И своим опытом мы посмотрим, какой ты спикер. Все, договорились. Так тренируемся. Давай, обнимайся. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok